Ребята, чем больше лайков, тем больше вероятность того, что завтра выйдет вторая серия данной рубрики. Ну что, друзья, вот и настал тот самый день, когда я перестану донатить FIFA 21. И на это есть ряд причин. Первая причина — это он, а вторая, ну и дальше третья, четвертая, пятая, пятидесятая. В общем-то, как вы можете понять, FIFA вышла, ну вот, совсем недавно. Ну и как вы понимаете, уже на старте FIFA у меня есть, ну, наверное, самый лучший состав, который можно собрать на данном этапе. Наполовину, опять же, он состоит из паков «Спасибо, под нос». Кстати, о паках «Спасибо, под нос». Вчера я собрал снова 20 штук, и как вы думаете, мне опять повезло. Сначала он мне упал в Анбисака. Я подумал, классно, 30 тысяч монет стоит, чувак, может быть, где-нибудь и пригодится. Потом мне упал Хаверц. Можно даже постараться его в основе заиграть. Ну и фаталити произошло, когда упал, вот он. Не, ну вот только посмотрите. Да. Абуба. И как вы думаете, в каком паке я его вытащил? «Спасибо, под нос». Ну не знаю, ребята, что тут сказать. Паки «Спасибо, под нос» снова зарешали. Абумьянг, Суперсаб на старте FIFA 21. И Азар. И оба из пака «Спасибо, под нос». В общем-то, медленно, но верно, я подвожу вас к той мысли, что, ну, уже тупо неинтересно открывать паки. Потому что у меня есть фулл крутой сквад. Это что-то примерно такое же, что творится в Pro Evolution Soccer. Вы заходите в эту игру, и в первый же день вы можете собрать себе топ состав. Ну, у меня, конечно, немножко сложнее вышло, я много донатил, но так или иначе. Естественно, я буду играть в Weekend League, естественно, паки я буду открывать, наверное, уже ближе к каким-то крупным ивентам. А пока что никакой мотивации нет. И, кстати, у меня есть идея вообще гениальная в голове. Продать нахер этот весь сквад и просто играть за те карточки, которые я хотел поиграть, но у меня никогда на них не хватало денег. Допустим, купить того же Самуэля Это, допустим. Один хер, никакой состав мне не поможет сделать 30-0 Weekend League, как вы можете видеть по названию, по эмблеме. Я, ну, пойду луз, я проигрываю всяким говнарям команды, которые мне вам даже страшно показывать. Так что, так или иначе, есть к чему стремиться. В общем-то, к чему я иду? А иду я к бездонатному составу. Да, вот такая длинная подводка была у этой всей истории. Пацаны, сегодня Россия с Турцией играет, и мои спонсоры, компания OneX, готовы предложить вам классные коэффициенты на этот матч. Все, максимально быстро, множество спортивных дисциплин. Все это вы можете найти по закрепленному комментарию или же перейдите по моему QR-коду. Это, как мне кажется, уже поинтереснее путь будет. Я думаю, что и вы кайфанете, и я получу удовольствие от этой игры. А будет ли эта рубрика жить или нет, я узнаю только благодаря вашим лайкам и комментариям. Я не буду просить какие-то конкретные цифры, опять же, я просто по активности вашей увижу, стоит ли мне завтра выпускать вторую часть. Встречает нас начальный экран, я возьму, наверное, французов. Так, французский пак открывается, и здесь нам падает, ой-ой-ой, какая красота, серебряная дорожка, и это, Ромеро. Эй, я же французов взял. Найс, название команды. Ребята, я первый раз захожу, и у меня уже такое название команды. Арендованный игрок, который, по идее, должен тащить нас в первое время, это будет Абумьянг. Возьмем форму Атлетика Мадрид, ее, возможно, даже продать смогу. Ну и, в общем-то, вот такой вот начальный склад. Также мне тут арендованные лица FIFA 21 подъехали. Набор золотых игроков. Один редкий. В таком паке креатив МБП упал. Может быть, и мне повезет в этом наборе? Нет, к сожалению, мне не так сильно повезло. Это крангу. Ну, я даже не знаю, что из этого говна можно стряпать. Сейчас пойду крутить, вертеть. Калибровочные матчи ждут нас. Я поставил себе сложный челлендж. То, что первый матч я сыграю тем сквадом, который выпал мне на начальной стадии. Журу Пейс 39, Мата Пейс 58, сыграно с 57. В общем, лютый кошмар у меня происходит в команде. Но так или иначе, давайте стартуем. Конечно, будет дико непривычно после всяких Неймаров БП за миллиард миллионов. Итак, первый соперник. И тут у него уже, в принципе, собранная АПЛочка. Ну что, друзья, полетели мой первый матч на бездонатном аккаунте. Я вижу уже, как все очень медленно поворачиваются, очень медленно двигаются. Блядь, да что происходит? Тихо. Опа, Буба! Первый гол! Первый гол на бездонатном аккаунте. Да хватит лайк. Мы, кстати, собаку хотим в ближайшее время купить. Мне кажется, у меня такая вакханавия в квартире будет. Так, Журу, ребята, Журу. Когда вы еще увидите, что я играю за Оливье? Чуваки, я очень надеюсь, что вам эта рубрика зайдет. И она станет постоянно на моем канале. Потому что я с каким-то воодушевленным интересом залетел в нее. Мне прям кайфово сейчас будет играть и смотреть на то, как будет развиваться мой склад. Потому что, опять же, ну, основной аккаунт увидели. Там уже не к чему стремиться, как мне кажется. Отлично! Супер! И на Журу! Оливье! Оливье Журу забивает, ребята. Где вы еще такое увидите? Набиваем, чуваку, статистику на футбине. Надо третье. Тут, я думаю, уже соперник ничего не покажет. Блядь, ну что я делаю, пожалуйста. Ну какой я дурак. Ну просто сумасшедший какой-то. Да ладно, я сейчас пропущу два гола в двух атаках. Да просто охренеть! Да вы прикалываетесь! Си балис, блядь! Это просто без комментариев. 3-0 вел всю хуйую. Тут просто во втором тайме машина вышла. Хуан Мата! Изо всех сил! Просто хороший пас дай! На! Ну, Оливье! Оливье хорош! Дубль оформляет! Ну что, друзья. Официально первый матч в рубрике без доната. 5-2. Первые монетки поперлись. Я там еще какие-то задания повыполнял. Надо все забрать сейчас. Самый крупный пак на данный момент на моем бездонатном аккаунте. Один редкий игрок. Ну, ла-лана. Дальше я пошел вовсю крутить всякие сбащешки. Выполнять какие-то минимальные задания. И накопил какой-никакой бюджет, чтобы собрать себе вот такой вот бестовский состав. Также не забывайте про мой промокод PANDOS. Он очень классный и важный. Да, ребята. Второй матч. И у нас теперь фулл сыгранная команда. Да, возможно, я пошел, наверное, не сам в популярном пути. Взял некоторых серебряных ребят, чтобы затестить. Вы знаете мою любовь к серебряным икарочкам. Поэтому я решил не упускать момент и взял такую троицу. Какой-то чувак Грант с невероятно знакомым лицом на воротах у нас будет стоять. Метр девяносто три. Два серебряных центральных защитника. В принципе, и тот, и другой имеют вполне себе адекватные статы. Особенно вот этот Аджай, который купил всего лишь здесь 700 монет. Крайние защитники у меня имеют PACE 80+. Что, несомненно, важно в этой игре. Ну и на цапника я решил попробовать вот такого чувака с фамилией Выдра. Второй соперник. И вот тут уже серьезная команда нам попадается. Фулл сыгранная серия А. Я думаю, что этот склад в любом случае дальше калибровке не пойдет. Поэтому просто наслаждаемся моментом. Опять же, где еще я в здравом уме играл бы Оливье Жеру на страйкере? Ну, здесь тактика у нас не очень гениальная. Просто забрасываем на Аубу и пытаемся за него убежать. Естественно, это у нас получается. И ближний 1-0. Я очень надеюсь, что я не попаду в какой-нибудь там второй или третий дивизион. Поэтому хотелось бы в какой-нибудь там пятый, шестой, знаете ли. Но и специально матчи проигрывать тоже не хочется. Поэтому, знаете, у меня как бы палка о двух концах. Хорошо. Хорошо. Кто это? Аджай, ребята, я знал, что у этого парня есть гигантский потенциал по статам. Дальше. На выдру. Выдра. Выдра. В дальний. Хорош, ребята. 2-0. Так, соперник начал понемногу огрызаться. Я смотрю. Блин. Нет. Без привозов. Хорошо. Так. Абуба. Ну так нельзя играть. Ну, братан. Желтая карточка. Я выхожу 1-1. Он мне делает подкат вот прямо на грани штрафную. Вы посмотрите, это красная чистая карточка. На. Просто на, получай. Будешь знать. Это тебе за невыданную красную карточку. Хотя, не знаю, при чем здесь мой соперник. И это рейдш. И... Сразу же без тормозов ищем next соперника. Ага, команды все серьезнее и серьезнее Тут Адама, Нереш, Ричальсон Ну все, если сейчас Трауре побежит, это хана Это хана моей нервной системе Стой, стой Фу, с трудом догнал О, выдра, выдра, выдра в дальней Хорошая попыточка, выдра Дальше, и в одно касание Нет, нет, вот так делаем Жиру, какой же ты неповоротливый Ладно, хорошо, мяч у меня еще Выдра, выдра, бей Выдра, что он творит Тринадцатая минута, один, ноль Хотя, я не знаю, может, как-то по-другому его фамилию читается Может, выдра или Не знаю, короче, напишите правильно, как его фамилия читается Так, стопануть нужно Ричальсона Хорошо, встречаем Блядь, что я делаю? Да беги Да уй, 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 хорошо Масуаку, ништяк Так, выдра, я вижу, как забегает выдра Выдра, беги, выдра, выдра, хорошо Да не Так, здесь попытаемся вот что-то такое придумать Ой-ой-ой, как летело-то, как летело-то Надо было забить еще один Хорошо, хорошо Боже, как играют мои серебряные центральные защитники Круче, чем ВВД, я вам базарю Ну Бля, ну пока развернется этот Жиру Это просто забей, конец света наступит О, хорошо Ну, Абуба Ну, ну Добили, ребята Бля, я прям такая искренняя радость От того, что я такими бомжами забиваю Нельзя, нельзя Не пускать, ребята Изо всех сил Ой-ой-ой, чувак Дрэкбэги знает Что делать? Что делать? Нет, что, будет прострел Ай, выноси Выноси Блядь Фух, чуть не родил Ё-моё Держать, держать Хорошо, мои защитники справляются пока что Дальше Здесь крутимся Микродриблинг Микродриблинг И Жиру В доме Что происходит на На стадионе фут Соединение разорвано Бля, если мне Жиру в девятину такое положил Я бы, наверное, тоже ливнул Ну что, друзья Давайте подведем итог Жиру три матча Три гола, два асиста Ну, с Абубой все ясно Выдра Очень удивил Два галишника Умудрился за два матча забить Я не знаю Будет ли вторая часть или нет Я сейчас дико кайфую от этого процесса Поэтому, если вы поддержите Лайкусиками и комментариями То, собственно, вторая серия выйдет Прям завтра Базарю Завтра мы уже до конца пройдем Калибровку Получим кое-какие монеты И из этих монет Я постараюсь соорудить Какой-нибудь необычный Креативный состав Ну и все, ребята Всех благодарю Чао-какао Как говорится Увидимся На дня Субтитры сделал DimaTorzok